Ола, амигос! Идей начинается с Турции. И нет, не в контексте Швеции. Во-первых, все уже опухли. Во-вторых, шведам самим уже неудобно. Внимание больше, чем флажку на фрикадельках. Да и в-третьих, пока ни фигурное катание до уровня Финляндии не поднимут, не гоже о них вещать. А на днях Эрдогана над кровешки пробило. И поведал он и про то, как его штаты на полтора ярда кинули на самолётиках, и много чё ещё. Но вишенкой на торте было отношение с Францией. Хорошая, говорит, страна Франция, красивая, с башенкой там в Париже. Но президент у них такое себе. Не обладает квалификацией, чтобы пост такой занимать. Плюс он нечестный политик. У меня было много встреч с ним, но честностью там не пахло. Я с ним совсем уважением, а он, ну, как дышал, в общем. А там, где нет честности, нет и доверия. Он и так профукал парламент, и не осталось у него ничего, кроме поста президента. Ничего у тебя нет. Ты голодранец. Кстати, согласитесь, Миронов и Папанов даже визуально отлично вписались. И да, продолжил Эрдоган, я знаю, что эти слова дадут до городу Парижа. Есть ещё много разных выражений, которые я бы сказал ему, но пусть это останется при мне. И на самом деле, так поступать со стороны Эрдогана, это, конечно, некорректно. Но чёрт возьми, ты же человек в большой политике. Называешь президента другой страны профнепригодным лжецом. О самом, видимо, пикантном умалчиваешь. О слушателях Эрдоган подумал, мы ж теперь не уснём в догадках, что там несказанным осталось. Хоть петицию собирай. Народ имеет право знать все новообразованные определения и характеристики Макрона, да ещё и на турецком. Но в одном я с Эрдоганом не соглашусь. Как можно называть президента Пятой Республики лжецом, если он как на духу сливает все конфиденциальные подробности разговоров между лидерами стран прессе. Да более честного и открытого человека на земле не сыскать. Кроме того, утверждение, что Макрон продолжает терять доверие, в том числе на международной арене, тоже не совсем корректно. Да, пускай в Кремле на него трубку уже не снимают, но номерок-то у него остался. Так что слукавил дядюшка Эрди. Также была затронута тема эксплуатации африканских стран и их ресурсов. Точнее, что не самые честные слова и обещания лидерам этих стран привели к тому, что Мали в полном разрыве отношений, Буркина-Фасо дала срок в месяц свалить из страны. Ну и того на подходе. Но снова, это не Франция теряет влияние и получает пырым по копчику, а европейская страна в качестве жеста доброй воли даёт свободу своим африканским колониям. И всё, конечно, сложно, но если всё так, как говорит Эрдоган, то Макрону стоит воспользоваться своим постом и пропихнуть гений своей супруги в архитектуре. Где-нибудь да возвести золотое, как там это вот научно называется, да шарами. Можно прямо перед Эйфелевой башней или на ней, но чтобы всю грандиозность подчеркнуть. И тогда да, шанс остаться в истории у него всё ещё будет. И кто не в теме, о чём я говорю, то ссылочку на вот это видео оставлю в описании. Ну а мы двигаем на восток, и звучит, ну правильно, совсем на восток, в далёкую прекрасную Японию. Ту самую, которая впереди планеты всей поднаводила всяких радостей против России. Притом, впереди планеты всей это не игра слов, они и правда по многим темам были в авангарде. И я даже не буду касаться их движев подписания мирного договора, когда они такие все, ну как бы да, ситуация зашквар, но в духе добрососедства было бы неплохо мир, дружбу, жвачку. Правда, получив тогда разъяснение от МИД или послушав речь Лаврова из далёкого прошлого, концепт изменили. И ввели новые ограничашки, и самое интересное, это был, конечно, запрет на экспорт радиоактивных материалов. И почему на экспорт, а чё с импортом-то? Или у них эксклюзив со штатами? То есть, сорян, не со штатами, а союзниками, как пишут в учебниках по новой истории Японии. Но всё равно звучало зашкварненько. Но тоже японцы, у них своя культура, стихи, хайка, философия. И, наверное, есть даже некий аналог русской поговорки «Сы в глаза всё божья роса». И вот под этой мулькой и высказали они своё недоумение, как же это так, 22 года всё было ништяк, а сейчас Россия изобретила рыбный промысел в своих водах. Да как вообще они посмели и настоятельно требуют пересмотра данного решения в кратчайшие сроки. И странно, что не было в этом заявлении «А, не то», но нет, всё было по классике. «А нас-то за шо?» И вообще, почему русские смешали санкции против них и рыбу? И уверен, многие уже наслышаны про откровения Джонсона, что ему Путин лично ракетами угрожал. Ну чуть ли не «Борюсик, солнце моё, а у тебя глобус под рукой есть, а ластик найдётся, но не сочти за труд». И в приблизительном переводе звучало это так. «А я тебе пасть порву, парши лицетки». И обсуждать это смысла никакого нет. Но, надеюсь, Джонсон всё-таки вернётся. Суна, как оказалось, совсем скучным вышел. Но, чтобы лучше понять, с кем вообще приходится общаться, расскажу вам о другом британце, о защитнике сборной Англии. Рио Фердинандии, который в 2018 году побывал в Кремле в составе легенд FIFA. Ну, чаёвничать изволил с Путина. И между делом подрезал там столовое серебро. А может не серебро, но ложечку стащил. О чём с гордостью и похвастался своей подруге по цеху Алекс Скотт. А та, будучи альфутболисткой с большой буквы, аль просто ответственной гражданкой, всё это и слила в своих мемуарах. Общение, говорите вы, дипломатия, ню-ню. Отличного дня. Пока.